Классно, что шоу заходит. Спасибо, дорогие зрители, за обратную связь. Я искренне верю, что мы делаем психологию более популярной и более доступной, рассказывая о том, как все устроено. Больше снимается шоу на тему психологии, больше снимается фильмов. И вот на медиатеке вышел сериал «Отыграть назад». В главных ролях играют Николь Кидман и Хью Грант. И Николь Кидман, прекрасная, нами любимая, играет психотерапевта. Очень интересно смотреть за тем, какие решения она принимает, и сюжет держит напряжение, поэтому кайф. Если вы хотите тоже посмотреть, как Николь Кидман себя чувствует в роли психотерапевта и что, собственно, с ней происходит, то переходите по ссылке в описании, там будет для вас промокод «Undoing». И по нему вы сможете получить 50% на 3, 6 и 12 месяцев промокод действительно до 22 ноября. Поэтому бегом в описании. А ты и сама будешь смотреть этот сериал? Да, конечно. Всегда интересно, как показывают психологию. Клянись сердцем матери. Никогда. Когда людям с деньгами и статусом что-то угрожает, они скрывают неудобную правду. Чтобы защитить себя. Местные жители в ужасе. Обнаружено тело матери четвероклассника, избитой до смерти. Об этом все будут говорить. Убийство – грязное дело. Предупреждаю вас, не важно, что вы слышали. Все хуже, чем вы думаете. Ваша дочь что-то скрывает. Ты думаешь, что сама со всем справишься? Это тебе не по силам. Извините, одно фото. Я все исправлю. Вы называете это грязью. Вы не видели настоящую грязь. Ко мне обращаются в особых случаях. А вы все скрывали и скрывали. Пошли вы! Не смей трогать мою семью. Безумцы творят безумство. И им кажется, что их богатство их спасет. Нет! А есть кто-то в зале, кто не смотрел чужие письма? Я бы и снял, нету. Там какие-то люди. Кто-то там сидит. А как вы пришли вообще? На улице же ни снега, ни дождя. Что вы тут делаете? Там шикарная погода. Хорошая погода пока, да? Если бы можно было снять это все без меня, я бы сейчас гулял. Но без тебя мы никуда. Конечно. Можно все это снять, как оказалось, без вас. Все знают формат, потому что раньше же мы говорили, я психоаналитик. Это комик, подающий надежды. Учитывая, сколько у нас просмотров, возможно, надо опять это говорить. У нас просмотров больше, чем подписчиков. Чем подписчиков, да. Если нравится наше шоу, и вы мне респектуете за то, что я читаю все письма, а их несколько сотен у меня на почте, а это значит как минимум больше тысячи, а я читаю все письма до конца, то поставьте нам лайк и напишите в комментариях, что вы отправляли письмо. У всех срослась математика сейчас. Я не знаю, я точно не... А? Математика у всех срослась. Больше сотен, больше несколько сотен, а это значит больше тысячи. Вообще этого не значит, нет? Почему? Ну, несколько сотен, а это значит точно больше тысячи, это может быть двести. Я могу сказать... А, мне надо было сказать, а точнее это больше тысячи. Да. Благодарю. Нет, если а точнее, а точнее это тысячу тридцать восемь. Это точнее. Тебе сразу надо было сказать, их больше тысячи... Столько раз зарекалась не идти ни на свое поле, давай письма. Я обожаю математику и все, что с этим связано. Но только класса до девятого. Все, в институте я ее уже не понял. Вы кто-нибудь понимал высшую математику? Эти матрицы блядские? Понимали? Вы математик, серьезно? Да, тут умные мужики в зале, а ты сидишь бля-бля. Ты любишь математику? Он учитель математики. Ты учитель математики? Но он не очень слышит, погромче. Это все вырежется. Этого ничего не будет. Из вашей памяти тоже, да? Как люди в черном. И учителем математики тоже не будет. Я вообще думала, что соведущие ведут диалог в шоу. Но у нас чаще получается, что я просто что-то рассказываю, это повисает в воздухе, ты отворачиваешься и говоришь. Так, а теперь что об этом думаю я? Не, смотрите, я же типа... Короче, сколько-то уже выпусков? Больше десяти. А точнее... Уже много выпусков, да? Очень намного точнее. Где-то штук 15-16. И суть в том, что первые выпуски мне это все отзывалось, но... Теперь ты все это знаешь. Да, как любой мужик, я такой, да все, уже заебали, я уже все. Я все понял уже. Ну, в целом, я в первом выпуске все понял. Мне три письма, хватило понять, что у всех есть проблемы. Ну, понимаете? И типа, мое мнение, что да и пусть у всех будут проблемы. Это хорошо. Ну, полностью 8 миллиардов счастливых людей, это тоже плохо. Нет, ну мы все развиваемся через травмы, не устаем это повторять. Да, 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 да. Потому что я там, где я есть, благодаря своим травмам, но... Нет, у нас не может быть в жизни все идеально, потому что все, что идеально, все мертво. Если есть жизнь, то есть... Да, идеал всегда мертвый. Серьезно? Да. А что, моя бывшая жива? Ты уверен? Так, сейчас получилось, как будто она идеальна. Да. Ну, с бывшими всегда так, правильно? Заметили про бывших всегда вспомнишь, что это хорошее? Либо хорошо, либо не как. Да, только хорошее вспоминаешь, что ужасно. Ну, я и говорю, идеальное. Тяжелый период был. Я такой вспомнил, вспомнил, такой... Боже, почему расцессия? Такой, нет, вспомню вот это, вот это, вот это. И через пять минут такой, ах ты, сука, драная. Как ты вообще появился в моей жизни? В догонку еще, в догонку. Да, 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 да. Это я уже орал ей под балконом. Но заканчивая мою мысль, все в жизни по-разному, но никто не должен быть несчастным. Поэтому, если есть возможность себе помочь, нужно себе помогать. Дорогие Руслан и Ольга, в скобках Юлия. Почему это, ну, приколом стало в какой-то момент? Почему тупость людей в какой-то момент стала приколами, я не пойму. Ну, нам, по-первых, очень низкие не писали люди, что она Юля. Это тупари, я считаю. Это было несколько писем, и мы на этом заострили момент. И людям теперь весело. Нет, ну это же пошел прикол от тупарей, понимаешь? Пару тупарей такие. Дорогие, Руслана и Юля. Ну, это же тупарь сам человек. Когда говорят, шоу, Ольга Кузнецова, он такой, кто-то? Юля Ахмедова? Ты же только что сам показался. Средний. Да. Срез. Да. Мне 25 лет. Нет, моя история не так сильно отличается от многих. Почему мы ее тогда рассматриваем, Ольга? Если она не так сильно отличается от многих. Потому что довольно многие сталкиваются с аналогичной проблемой. А, хорошо. Итак, моя история не сильно отличается... Оль, почему мы рассматриваем эту историю? Моя история не так сильно отличается от многих. Разведенные родители до совершеннолетия, жизнь в Закавказье, после на Западе, в Северной Америке. Какой носи. Образование, отношения, работа и так далее. Отношения и девушки были всегда. И наличие девушки и девушек в жизни казалось обязательным. Проблемы стали ощутимыми, когда уже не первая партнерша комментировала, жаловалась или отмечала жесткость в сексе. Дело не в игрушках или непонятных фетишах. Простой, обычный секс кажется очень скучным. Что верно, кстати. Полностью поддержу. Эмпатия. Доминация, с моей стороны, для некоторых приятна, и для некоторых вообще нет. Я хочу отметить, что очень уважаю женщин в их большинстве. Мэть, очень странно. Очень уважаю женщин в их большинстве. И ни в коем случае не считаю себя женоненавистником. Пик был, когда одна из партнерш заявила, что боится меня, в ужасе от меня, не чувствует себя безопасно рядом, что не хочет ни при каких обстоятельствах видеться или общаться, а я остался в недоумении. Подчеркиваю, что никогда не хотел причинить кому-то какой-либо вред, но подобные реакции были раз за разом. В чем проблема, если это никогда не было насильственным? Есть проблема с моим отношением к сексу или же выбору девушек. Чем может быть обусловлено мое более жесткое отношение к сексе? Если проблема во мне, то что с этим делать? Блин, ну интересно. Так, давайте узнаем, кто какой в сексе. Итак, поаплодируйте бревна. Слушай, интересно. Да, кстати, ну действительно, поаплодируйте, кто любит вот пожестче. Да все женщины... Так, стоп, секунду. Все женщины любят пожестче. С кем? С кем не начнешь переписываться? Вот это, знаете, сексуальная переписка, а-ля в 12 ночи. Каждая такая, я люблю пожестче. Ну это как будто эквивалент тому, что не бревно. Да, да, да. Это как будто так надо писать, нет? Как будто так надо писать. Ну да, как будто ты делаешь себя более привлекательной. Ну да. Не знаю, мне, кстати, интересно будет послушать какой-то психологический портрет всего происходящего. Смотри, если парень садист, да, и у него это проявляется через секс, то он найдет свою пару, он найдет условную мазохистку, и у них сложится пара, у них будет все хорошо, пока он ее не убьет. Потому что... Подожди, это та история, что жили они долго и счастливо, пока он не убил ее. Нет, не разлучил ее. Нет, с другой стороны, он же может убить ее в 90-е, нет? Нет, я объясню, почему, да. Потому что все-таки, если речь идет о садизме, если все-таки от женщин такой фидбэк, что это был перебор, а если был перебор, значит, он в процессе выпадает из контакта и не слышит в процессе, что он перегибает палку, то, скорее всего, речь идет о перверзии, неком сексуальном извращении. В чем специфика первертов? В том, что им нужно всегда заходить дальше и рушить договоренность. И в чем условная опасность садо-мазо, хотя вроде бы там договоренность есть в знаках, в словах каких-то кодовых, но проблема перверта, что он получает удовольствие именно руши эти договоренности и нарушая их. Поэтому каждый раз для того, чтобы получить удовольствие, человек, устроенный так, как этот автор, он будет идти чуть дальше. Потому что центр его удовольствия может быть связан с тем, что, помнишь, мы говорили, центральная мастурбационная фантазия у человека? В первых письмах мы прям сразу это обсуждали. То есть, возможно, он возбуждается от страха в глазах или от того, что человек молит его о пощаде, или он видит, что он причиняет боль, и он контролирует, когда он перестает ее причинять. То есть удовольствие именно в нарушении вот этой границы. Поэтому зачастую люди, условно, мазохисты, которые выражают это через секс, могут нанести тяжелые увечья вплоть до убийства своего партнера. И поэтому я какую-то статистику, я, честно говоря, даже не помню, где... С Ефремовым мне то же самое произошло. Не знаю. Но, насколько я знаю, чуть ли не один человек в день во всем мире умирает от удушья в сексе. И это во многом связано с тем, что первертный партнер все время стремится перейти чуть дальше, чем это было, допустим, до этого. То есть для перверта нужно либо чаще это делать, либо заходить дальше. Как же этот скотский фильм «Пятьдесятый день ковцерого»? Ну, поэтому там... Типа пойдем в подвал, а что там, швабра? Слушай, ну там же есть идея в том, что он боится себя. Он боится, что он не сможет остановиться в какой-то момент, и что он зайдет дальше, что он действительно сделает что-то, что уже... Ну, после чего он ее потеряет. То есть там, собственно, его борьба идет в том, насколько он может останавливаться именно в этом месте. То есть, да, она мазохистка, он садист, они нашли друг друга, и там хэппи-энд — это прекрасно. Но, собственно, вся драматургия вот этих его внутренних переживаний во время фильма связана именно с тем, сможет ли он остановиться в нужный... Ну, в тот момент, чтобы не ранить своего партнера и не потерять его после этого. Супер. Что с этим делать? Слушай, ну парню 26 лет, да, насколько я там... А, даже 25. Он начинает изучать себя. Даже пока он физически ослабнет? Не, на самом деле ты смеешься, на самом деле ты смеешься. На самом деле ты смеешься, но многих как раз первертов выручает то, что у них утихает пыл. А, да. Ну, то есть, в принципе, это, ну, как бы, это может быть... Все зависит от степени, да, вот этого садизма. В принципе, когда ты становишься менее, так скажем, активным, у тебя, в общем-то... Но тогда вылезают другие извращения. То есть ты уже, ну, вот конкретно вот в этом случае, да, то есть если садист, который просто, ну, то есть он добивается того, чтобы сделать там больно или напугать, да, или что-то такое, без всяких там вот этих вот игрушек, да, то он как-то уже становится поспокойнее гормонально, да, условно говоря, ему уже, ну, вот не нужно вот столько вот... Нет, это вообще точно мне знакомо, потому что у меня прямо сейчас с девушкой, скажем так, с сексуальным партнером подобное... Подобный, ну, дискусс идет. Потому что она моложе гораздо, и я такая, типа, ну, а что мы сегодня увидимся? Я говорю, в смысле, мы же виделись, ну, в июле. Ты что? Ты с ума сошла? В смысле? Это точно чистая правда, что, да, эмоциональный или какой вот этот фон спадает. Бля, в этом... Гормональный. Да, гормональный. Это так круто. Все так этого боятся, знаете, мужики по молодости. Такие, у меня что, член не будет стоять? А я уже такой думаю, бля, когда он не будет стоять? Ну, ладно. Это я хотел сказать, что это правда. Когда гормональный фон спадает, то становится полегче. Ну, тогда можно... Ну, то есть обычно появляются какие-то еще другие извращения. Ну, то есть, допустим... Это тоже правда, кстати. Ну, допустим, мне прям недавно рассказывали про общего знакомого, который ему уже самому как будто не очень надо, и не очень множатся, но наблюдать ему доставляет удовольствие. Ну, то есть это своего рода сексуальное извращение. То есть вот так он... Ну, хотя бы так он получает удовольствие, там, на тусовках или где-то. Ну, надо это... Ну, подежурить возле магазина, где продаются телескопы. А ты говоришь ничего нового ты после первой передачи не узнаешь. Нет, ну, это интересно. Это прям прикольно. Потому что, если говорить про себя, я не могу сказать, что я садист в сексе. Это точно нет. Но если говорить вот этими пресловутыми словами, типа, я люблю пожестче, да, я думаю, это вот что-то про меня. Ну, то есть вот эта вся поебень, когда вы там полтора часа просто целуетесь... Руслан, но есть разница между тем, что ты любишь пожестче, и между тем, что... То после секса тебе говорят, что это было ужасно, это было жестко. И потому что ты любишь пожестче, тогда ты себе подбираешь партнера, которому это нравится. Да, 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 я про это говорю. Да, но ты не делаешь чего-то, что человек потом бежит от тебя, не оборачиваясь. Вот в чем разница. То есть я говорю, что перверт выпадает из контакта и рушит, понимаешь, вот эти вот, ну, как бы границы условностей. Человек ему, ну, говорит, что... А, в смысле, с ним надо с этим, с электрошокером всегда сексом заниматься, типа... Ну, мало ли вы такие, я тебя свяжу? Он говорит, да. И все, и потом что? Какое стоп-слово было? А это они из тех людей, которые такие, а какое у нас будет стоп-слово? Давай калибре, и он такой, давай. Ну, внутри психически, да. То есть он соглашается на этот договор, но в моменте он рушит границы. В этом и, собственно, весь сок. То есть что ему делать? Ему надо искать партнера, хотя я не понимаю. Поэтому это и называется... Слушай, перверзия — это сексуальное извращение. Сексуальное извращение, если ты делаешь что-то, на что второй партнер не согласен или не соглашался, да? А если ты любишь пожестче, ну, то есть ты там, условно, там, с циадистическими наклонностями, она с мазохистическими, вы договорились, вам все нравится, это и не называется перверзией, это называется секс. А как быть с тем, что ты говоришь, что он все время хочет... Его возбуждает, когда он заходит за ту грань, о которой вы договорились? Ну, вот это я говорю. Вот это тогда и называется сексуальное извращение и перверзия, потому что партнер в этом смысле не учитывается. Нет, в рамках того, что он, условно, с такими наклонностями находит себе партнера с противоположными наклонностями, но как ты говоришь, его возбуждает, когда он переходит грань. И то есть даже если ты находишься... В смысле, надо найти партнера, которого возбуждает, когда она такая, вот тут остановись. Не останавливайся. Вот такого, что ли? Ну, я же с этого и начала, что такого партнера... А вы неплохо попали, да? Первый раз и... У вас больше всего откликается пока эта тема. Прикиньте, она шла, такая думала, бля, где бы встретить такого типа или что-нибудь послушать на эту тему. Вот, зайду, выпью чаю. Я имею в виду, что получается, то, о чем ты говоришь, что его возбуждает, когда он все время заходит за грань, получается, он никогда тогда никого себе не найдет, потому что его возбуждает переход грани. Ну, он может найти... Собственно, с чего я начал? Он может найти женщину, которая возбуждает, когда она испугана, потому что страх является определенным афризиаком для определенного категории людей. А, то есть... Но я... Но! И у них, может быть, все замечательно в сексе, он может переходить, эту грань и переходить, но до какой степени? Я говорю, что... Но есть вероятность, что он вас убьет. Понимаешь? Потому что, ну, когда человек выпадает из контакта, отключается, а главное, что ему нужно каждый раз дальше. Я понял. Я сейчас только что подумал, что... Как бы это там страшно не звучало, такие люди, они же, ну, с огня... Как сказать, с особенностями, только в сексуальном плане, да? Я им говорю, в миру, в социуме они вполне могут быть обычными и даже... То есть, в нем есть этот садист, он проявляет его через секс. Да, нейрохирургами и так далее, понимаете? Спасать жизнь. Вплоть до того, что математикам, почему нет? Я к тому, что он может найти себе этого партнера, который будет удовлетворять его вот этим вот садистским наклонностям, и они создадут пару, и у них будут дети, понимаете? И они будут любить, все будет нормально. Просто я имею в виду... Мы все время о родителях думаем, как о чем-то таком нарисованном, понимаете? Все такие, мам, папа, как я появился? И всем рассказывают какую-то поебень про капусту, понимаете? А, возможно, дети появились, ну... Ты выглядишь так, как будто для тебя это до сих пор секрет. Нет! У меня всегда электричество, ну... Не в плане, там, ты появился, ну, во время, ну, типа, благодаря сексу, там, и так далее. Нет, а именно такой... Был бы ребенок чуть подоточнее, вот такой, а какому? А ты что делал? А мама? Понимаете? А вспотели ли вы при этом? Были ли синяки? Не туда тоже, да? Вы сейчас все представили свою маму, папу, да? Такие прям... Они даже за руки не держались никогда. На самом деле, есть люди, которые, в общем-то, и в 40 лет стесняются представлять о том, что их родители сексом занимаются. Все остальные — да. Я — да. но родители, ну, непонятно. Слушай, не знаю, мне легко, у меня отец умер, у меня мать вообще сейчас сексом не занимается, так что... Я недавно понял, в чем проблема с шутками про то, что мой отец умер. Он умер, ну, давно уже, года четыре назад. Я уже переболел, все нормально, и, ну, я буду, я с полным уважением к этому отношусь, и тем более, если вдруг там есть рай, ад и так далее, ну, я получу подзатыльники за это, когда мы встретимся. К этому я готов, да? Да, к этому я тоже готов. Я надеюсь, что мой отец меня любит и не устроит там, ну, чтобы я появился пораньше, понимаете? А учитывая, как он был пробивной по жизни, он это может. Так, это вы пидараса, можно на денек сюда? Просто на денек. Кома там что-нибудь. Какая херня. Я думаю, ну, типа, ему сказали можно, он такой, не-не, проверьте на Навальном, как это работает. Точно выживет все-таки мой сын, я его люблю. Чего? А если у мамы... Прикинь, прикинь, мне через пару дней звонит Навальный, говорит, слушай, надо встретиться, поговорить, у меня для тебя информация. Сообщение от отца. Я в следующих выпусках такой уже в костюме. Матом не ругаешься? Да, у меня вот так раскрыта рубашка, тут крест, блядь. Да, тут против такого ты не пойдешь. Слушай, ну, блин. Короче, парню 25 лет, он себя исследует, это классно. Да, понимать про себя, как ты устроен, возможно, я говорю, действительно, те вещи, которые этому парню откликнутся. И я думаю, что это важно про себя понимать и знать. Потому что он как будто спрашивает, а у меня, типа, все нормально с сексом, у вас все нормально с сексом. Что происходит? Даже более чем, братан. И он говорит, что, ну, это же, типа, не насильственно, да, но понятно, потому что ваша сексуальная фантазия в том, что вы там добиваетесь девушку или ухаживаете, а не ловите ее в парке. Но это не значит, что это в моменте не насильственно. Прикиньте, у вас кто-то, ну, на лосо. пусть им на лосо, на лошади. Вы просто идете по парку кто-то, блин, за ногу, вы такая, куда там? Бля, я как-то же хотел ярких ощущений, но... Я подумал, каково, как он сильно охренеет, если он встретит девушку, которая еще более, ну, развращенно в этом ключе. То есть он, условно, не знаю, там, плоскогубцами выкручивает ей соски, она такая, ты что, слабак? Он такой, да что же это такое? Да, я такая, что там Ольга говорила, бля. Я же должен ее убить. Так, я несу, не несу никакой ответственности за все слова Ольги. Все, что она сказала, это какая-то психоаналитическая хуйня, я к этому не имею отношения. Я шучу. Я буду навещать ее в тюрьме. Здравствуйте, Ольга и Руслан. Мне 25 лет, у меня отличное отношение с молодым человеком. Встречаемся 7 лет, ему 12. с молодым же человеком, Мне-то встречаемся 7 лет, же вместе 2 года. Ему не 12, я имею в виду, если есть люди, которые и носы на блю. У тебя что, уже был секс? Раньше, чем у меня? Мы обсуждаем вообще все проблемы, но есть один момент, который не получается решить. Он тонко подшучивает надо мной. Или может просто рассуждать о том, что наши носы точно вырастут к старости. Или заметить венку на моем лице, на который я вообще не обращал внимания. И вроде самооценка у меня более-менее стабильная, но в зеркале я потом вижу нос и венку. Еще накладывается то, что он практически вообще не делает комплиментов. Получается, что я слышу больше плохого, чем хорошего. Иногда становится обидно, что комплименты делают все кругом, только не он. Он излучает любовь, но не умеет о ней говорить. Мы несколько раз обсуждали. Это все сводится к тому, что он перестает шутить и очень старается, но забывает спустя неделю. По-моему, это называется не очень старается. Спустя неделю это вообще в рот ебал. Вот так это называется. А я говорю, что его шутки это прекрасно, только я хочу чувствовать себя желанное, не обращать внимание на псевдо-недостатки и надумывать. Можно просто говорить еще и о хорошем. не понимаю, как решить эту проблему. Это накапливается. Иногда даже даст слез. Пиэс. Очень нравится ваш проект. Буду рада даже тому, если посоветуете какую-то литературу. Вы точно смотрели наш проект? Мы никакую литературу не советуем. Ари Марк? Да, новые свидетели Иеговы. Поняли? Такие чужие письма там. Ну, это вообще проблема сепарации. Есть вот такая литература. Бог кругом. Скоро придет спаситель. Спасибо. Так, слушай, не первое письмо уже, в котором говорится, что мы любим друг друга, но он не стесняется говорить мне о своих, о моих недостатках и так далее. То есть было письмо, когда парень, по-моему, жестко подкалывал девушку свою насчет там лишнего веса и всего остального. Ну, это было от парня письмо, да? Он считал, что он ее таким образом мотивирует. Да. Мы пытались ему объяснить, что это так не работает. Не, может, это тоже от парня письмо, мы же не знаем. Может, это отношение парня с парнем, откуда мы? А мужской взгляд? Мой? Мама, это странно. Слушай, учитывая, что мне 25 лет, у меня отличные отношения с полным человеком, ему тоже лет 25. Наверное, в молодости ты действительно думаешь, что это, ну, типа, прикольно. Ну, типа, я шутник такой, хей, все, у тебя нос как у слона, да, там. Ну, и тебе кажется, что да. Знаете, как будто бывает такое, что ты настолько действительно может быть возможно, он действительно сильно ее любит. Знаете, бывает, есть такое у вас чувство, когда хочется либо котенка так сжать из-за любви, чтобы его задушить, не? Или племянницу так, аж такая, ах, блядь. Тут, как будто такая же история. Возможно, она так сильно любит, что очень хочет ей показать, что ее недостатки для него вообще не важны. Знаешь, у меня как будто такое было пару раз, я вот вспоминаю, почему-то я вот сейчас такой, блядь, какое-то странное движение рукой станет. Попугая. Ну, когда, знаешь, не знаю, ты встречаешь с девушкой, у нее там, например, вообще нет груди, и тебе действительно это не важно, поэтому ты думаешь, я буду над этим шутить, чтобы она думала, что... Да, к сожалению, это чистое право, девчонки, вам это может быть непонятно, но мужики, математик, согласись. У Пифагора там ничего об этом нету. Сумма квадратов в груди равно нулю. Это чистая правда. Так вот, иногда так хочется сделать, как будто, да, а я как будто, мне кажется, и в отношении там даже своих близких так делаю, знаешь. Мне действительно, я не умею искренне, наверное, тебе почему-то хочется сказать, что твои недостатки для меня не важны, но как будто вместо того, чтобы вообще об этом ничего не говорить, ты начинаешь что-то делать и становится только хуже. И потом ты такой, блин, вообще-то я хотел... что у тебя даже в этой фразе есть противоречие? Твои недостатки мне не важны, кто решил, что это недостатки? Так, давайте будем объективны. Ну, бывают носы выбивающиеся из среднестатистических. бывают. Но иногда кому-то они не важны. Ну, понимаешь? Причем ты такой, это, конечно, полный трындец, но мне это не важно. Пример, пример условно с нулевой грудью у девушки. Корректен? Окей. Ну, вроде как, в своеменном мире это считается недостатком. Правильно? Иначе их бы не делали все вокруг. Бьюсь в заклад, я сейчас спрошу, у кого искусственная грудь, и тут, блядь, сверчки будут петь, да? У кого искусственная грудь? Я наложу их. Я их наложу. Аплодисменты? Нет, сверчков. Вот, это точно, это важно. Лучше, кстати, жопа, чем грудь, это точно. Ну. Ну, то есть ты... Жопу можно накачать, грудь, я не понимаю, как накачать. А, в этом смысле лучше. Нет. Я не знаю, это вообще какой-то все время такой мужской разгон, что важнее. Это очень важно. Смотреть лицо или спину. Девушки, многие, встаньте. В профиле это называется перед зеркалом? И посмотрите, если сзади вообще никаких изгибов, блядь, не выходите на улицу вообще. Понятно, приседайте дома хоть до каких-то изменений. Ну. Как там, в геометрии есть что-то там? Парабола, я не знаю, что там. Понимаете? Да, какие-то легкие окружности, да. Надо создать легкий радиус. Поняли? Легенький. Маленький. Это мой взгляд на мир. Я вам отвечаю, так и есть. Зачастую мужики, казалось бы, которые смеются над... Я не знаю, как слово недостатки. Слушай, ну человек говорит, что мне неприятно. Он неделю держится и продолжает. Пусть ему говорит. Ну она ему говорит, мне неприятно. Вот. Он через неделю начинает. Ну то есть, он же получает фидбэк о том, что это неприятно. Для чего это передача? Надо понять важную вещь. То, что вы просто сели поговорить, это еще не значит, что вы поговорили. Ну уже неплохо, если сели говорить. Нет. Типа то, что мы садись, надо серьезно поговорить. Слушай, мне не нравится, начинать никакой разговор с такой фразой. Что ты смеешься над моим носом. Он такой, я вообще не буду. Фу, блядь, поговорили. Ох, слава богу. Это не разговор, я имею в виду. Ну надо объяснить лучше. То, что он говорит, ладно, я буду сдерживаться и так далее. Ну зайти в корень, объяснить, понять, что к чему. Может он скажет то же самое, типа, мне настолько действительно не важны твои недостатки. Ну мою теорию это он расскажет, понимаешь? А это уже глубже разговор, чем просто нам на серьезе поговорить. сказал и сделал когда-либо. Она такая, хорошо, на сосиски, блядь. Ну, это, это не разговор. Разговор должен быть глубже. Окей, такой кейс тоже имеет место быть. Но я думаю, что конкретно в этом письме, конечно, девушка пишет о том, что молодой человек ее обижает. Она говорит о том, что он излучает любовь, но не умеет ее выражать, что звучит тоже довольно спорно. Он не делает ей комплименты, а фактически он только говорит о том, ой, а что это у тебя на религии? лицевенка, что ли, вырезала? То есть я, когда вот в своей жизни видела такое взаимоотношение между мужчиной и женщиной, и мужчина, который вглядывается, говорит о каких-то недостатках, как ему кажется, что-то подмечает, у меня всегда это вызывало ужасную злость. То есть мне кажется, что можно делать хуже по отношению к своему партнеру, особенно если ты видишь, что он не уверен в себе, и твои слова его задевают, и потом она подходит в зеркало, и начинает действительно сомневаться в том, что там она себе нравится. Мне кажется, это просто чудовищно. Сумеете ли, я полностью тебя поддерживаю? Полностью. Но. У меня есть тезис, что с женщиной невозможно спорить. Смотрите, на одну и ту же проблему, да? Я что-то говорю, и вам смешно. И тут она выдает такой спич, что вы все такие, Руслан, ты такой уебок. Просто вообще не должен жить на этой земле. Я согласен с тобой полностью. Давай я еще расскажу, как это устроено внутри психически. Я прекрасно понимаю. Нет, я понимаю, возможно, ты понимаешь, я... Нет, то есть то, что делает этот мужчина по отношению, ну, этот парень, да, по отношению к девушке, это может быть с меньшей или большей степенью осознанности. Сейчас объясню, почему. То есть у него есть какой-то дефицит. Причем он может быть даже не внешний. То есть его не устраивает его работа, его не устраивает, я не знаю, там его интеллектуальные способности, ну, сравнивая себя с кем-то. То есть какой-то дефицит, который он даже сам может не осознавать. Ты имеешь в виду росгвардеец? Например, твои любимые, да. Он этот дефицит, то есть у него вот что-то есть, что, в общем, его супер в себе не устраивает. Тогда они встретились как пара, да, и он, собственно, вот этот свой недостаток, свой дефицит перекладывает в нее. Ну, я имею в виду, что внутри психически превзаемотношения. То есть она начинает чувствовать то, что чувствует он, когда он указывает на какие-то ее внешние недостатки. То, что в психоанализе называется перенос, это когда, ну, я, допустим, тебе что-то рассказываю, да, и у меня очень грустно, вот, и ты начинаешь испытывать те же самые чувства, что я. Ну, в принципе, так и эмпатия, да, устроена, то есть это перенос. Да, да. И поэтому фактически то, что он делает в их жизни, он свой недостаток транслирует в нее, и она начинает себя чувствовать какой-то не такой. И тут уже не вопрос, насколько, какого размера нос, да, и насколько видна эта венка, и насколько вообще это актуально. а вопрос в том, что она начинает испытывать вот это самое чувство ужасное, что с ней что-то не так, что она какая-то не такая. А то, что она при этом, при всем верит, что он ее любит, поступая так, говорит о том, что они совпали как пара. То есть ему нужен кто-то, кто будет готов принять вот этот его дефицит на себя. И тогда он себя чувствует лучше. То есть он как будто не может ее не обижать, да, чтобы не видеть, как она сомневается в себе вот этого растерянного взгляда. Тогда он себя чувствует уверенно. Простым языком, если подняться из бессознательного наверх, он самоутверждается за счет нее. Именно поэтому, понимая, как это устроено в частности, когда, я не знаю, наверняка это что-то может быть, наверняка как-то касается и меня, раз я на это реагирую, мне это отзывается. Я когда вижу такое взаимодействие, у меня это вызывает ужасную злость, потому что, ну, мне кажется, что это очень, 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 очень грустно, когда человек живет с таким партнером. У тебя прекрасный среднестатистический нос. Я сколько смотрю ни одной вены на лице. У меня самый красивый нос для меня. Я, короче, хочу сказать, надо разговаривать и, возможно, он, ну, не так все плохо, как кажется. Ну, может и плохо, а если плохо, что ему делать? Вон он такая, ты хочешь сам утвердиться за меня. Он такой, так, и что дальше? И он такой говорит, не напрягайся, у тебя слишком видна вена. здравствуйте. В браке три года с мужем у нас не все окей. Сначала он захотел попробовать секс втроем с той, от кого меня воротит. туда еще что-то написано, но уже можем обсуждать. Это ж странный секс втроем, когда кто-то блюет, нет? Я правильно понимаю? Ладно, я не хочу, ну, как сказать, обсмеять вашу боль. Сначала он захотел попробовать секс втроем с той, от кого меня воротит. Потом его лучший друг приревновал его к этой своей бабе и они подрались. В итоге друг ее бросил. Затем муж устроился в Газпром и очень изменился. Навальный, я перешлю это письмо. Как это круто. Иногда обычные люди придумывают лучшие шутки. Я бы захотел такую фразу не придумал. Я сначала радовалась новой должности, но лучше бы все осталось по-прежнему. Теперь он может не появляться дома неделями и аргументирует тем, что ему нужно завязывать деловые связи. А чаще всего это происходит на вечеринках у той мерзкой бабы. Точнее подруги, где они могут даже что-то нюхнуть. Я боюсь дочитывать это письмо. Возможно тут есть фразы, которые моя мать не одобряет. Я, конечно, от этого не в восторге, особенно после того, как узнала, что ночевать он может остаться у нее в студии на одной кровати. говорит, что не изменяет, что она просто интересный собеседник. Но я сомневаюсь в дружбе. Я сомневаюсь в дружбе между девушкой и парнем в одной постели. есть ощущение, что она закончила школу после девятого класса. Не хочу вас обидеть, но... Сначала винила себя, что я на него насела со своей любовью, потом решила, что буду любить себя и отстала. Не пишу и не звоню ему. Пока его нет, я занимаюсь своим хобби спортом, работой. Понимаю, что у него, скорее всего, заиграло детство в жопе. Ему скоро 28, мне 23. Может, брак надоел? А я не могу резко взять и уйти, потому что люблю его. Раньше мы часто бывали вдвоем, сейчас почти не видимся, поэтому у меня нет времени на ссоры, ведь надо успеть потрахся, прежде чем он опять уедет по делам. Но это же не нормальные отношения? Давай я закончу письмо твоими фразами, но знак вопроса поменяю на восклицатель. Но это же не нормальные отношения. тебе просто вешают лапшу на уши от гружбе. Что-то надо обсуждать или мы просто послушали что-то невероятно плохое, я имею в виду со стороны поведения мужика. Слушай, ну с другой стороны, я что там, эмпатия, вот это вся поебенье и так далее, но есть ощущение, что человек, с которым так себя ведут, и он так формулирует это письмо, как будто бы не то, что заслуживает, а сам создал эту ситуацию своим поведением и вот этим своим самообманом. есть в зале люди, которые, может быть, думают, что все еще можно изменить. Видишь, как с искусственной грудью. Слушай, но тут можно рассмотреть два аспекта в этом письме, да, то есть я с тобой соглашусь, что письмо написано так, как будто девушка не живая. То есть сначала я прочитала о том, что, собственно, что обычно, да, в похожих ситуациях мы советуем займитесь собой, обозначьте свое пространство, найдите свое хобби. И, в общем-то, она делает это довольно успешно, да, то есть она занимается, я еще думаю, какая выдержка, да, тут вроде башню могло бы рвать, когда муж там где-то ночует неделями на какой-то кровати, а ты такая, я на спорт, у меня хобби, как бы, но на самом... Мы же не знаем, потому что она тайским боксом занимается, взрослым. Я на спорт? Конечно, да, и каким-то, этим японским изучением меча. В общем, смысл в том, что позаботиться она себе может, поэтому создается впечатление, что по какой-то причине то, как у нее сейчас происходит в браке, ее устраивает, потому что такое ощущение, что пишет, она пишет, мне 23 года, как будто она уже очень умудренная опытом женщина, и она такая, этот сорванец нагуляется, а Газпром никуда не денется, поэтому я пока на спорт, а он пусть спит там, в общем-то, где хочет в это время, лишь бы домой не приводил, потому что меня от нее... Вот. Но это, если говорить... И на самом деле, для того, чтобы, если это так, а это вполне возможно так, как я говорю этой девочке, то ей можно посоветить только признаться себе в том, что все устраивает и не париться по этому поводу. Потому что, если вы выбрали для себя такую стратегию и в целом вам ок, и вы знаете, куда вы идете, и, в общем-то, вы вполне можете заниматься собой, и вам по кайфу в этом, то действительно, может быть, он там с этой подружкой скоро поругается и все будет совсем иначе. То есть ей... О, главное признать себе, потому что можно находиться в очень разных отношениях. Главное, чтобы это двоих устраивало. Поэтому главное себе ответить на вопрос, меня так устраивает, со стороны это выглядит типа, ой, что он так к ней относится. Но если ее это устраивает сейчас, класс, пожалуйста. Я думаю, она бы не писала письмо, если бы ее это устраивало. Так я говорю, что зачастую она же со стороны спрашивает, а мне что, вешают лапшу на уши? А мне что? То есть она как будто нам задает вопрос, мне вообще как на это реагировать? Ну, то есть, если тебя это не устраивает, ты не задаешь такой вопрос. Я говорю, у тебя, ну, то есть, ты выясняешь отношения со своим мужем. Она занимается собой, заодно у нас спрашивает, вам тоже кажется, что мне вешают лапшу на уши, да? Ну, то есть, тут нет ощущения, что она прям там страдает. Она скорее задается вопросом. Она говорит, ну, как бы вроде же все очевидно, но в целом у меня все равно. Знаете, я из кортицы решила узнать у девушек, которые сами купили себе автомобиль, типа, точно так надо жить? Это нормально, то, что ты на Киа Сид? Но зато сама точно. Слушай, браки бывают разные. Некоторые браки фасадные, да? Допустим, там, я не знаю, у тебя какая-то должность, что у тебя должна быть жена и дети, они живут своими жизнями, спят там в разных комнатах или в разных квартирах, все равно остаются на публике с семьей, и это их обоих устраивает. То есть, могут быть разные конфигурации, если они устраивают двоих. Возможно, девушку это устраивает. Тогда, в общем-то, вполне важно себе в этом признаться и, в общем-то, перестать... У меня то ощущение, что это очень провинциальная история. Не хочу сейчас обидеться, ну, обидеть кого-то, там, в первую очередь, автора письма, героев и так далее, но это очень провинциальная история, потому что я подумал, что, понимаешь, шикарная фраза, что он устроился в «Газпром» и резко изменился, но речь не о том, что он там ночует у этой бабы, но при этом речь, типа, об одной кровати в студии, понимаешь? то есть, ну, не было написано, что там где-то за городом в Монако или в Подмосковье, еще чего-то. Ну, то есть, знаете, в провинции, когда ты устроился в «Газпром», но, типа, возможно, ты просто, ну, водишь «Газель» с надписью «Газпром», в этом ключе. то есть, ну, может, какой-то менеджер, но это не капецкая пока богатая история, и ей 23 года, а у меня есть такое ощущение, что в провинции бывают такие девчонки, которые очень искренне смоют на мир, очень искренне, поэтому, возможно, эти вопросы все искренне, такая, а точно, может, ну, мы хрен, может, она из деревни, она вообще не знает, о вот этих вот всех вещах, и так далее, где, может быть, она хочет быть этой просвещенной девушкой, в которой говорят, типа, что ты докопался до мужика, ну, понимаешь, со своей любовью, что ты его ограничиваешь, а он что, действительно не может, там, с кем-то дружить, он вообще-то, там, вкалывает на этих работах, у него смеют командировки, он вообще с радостью бы сидел дома, хотел бы сама так повъебывать, и она как будто такая, окей, это же тоже вот это общество современное, тоже же давит, вот эти вот все пидорасы на этих самокатах, пидорасы, не в смысле гомосексуалисты, ну, вот эти все, которые такие, эй, ты че, попроще отношиться ко всему, понимаешь, я про что говорю? Да, я понимаю, но тут я как раз понимаю, что для русского хорошо, для немца смерть, в рамках России работает то, что для Москвы хорошо, для Брянска смерть, понимаете, вот я про что говорю. Ну смотри, другой взгляд на это письмо, точнее, с другого ракурса, фактически ты произносишь сразу такое ощущение, что вы закончили 9 классов, да, как будто вы сомневаетесь в реальности, которая, ну, как будто кажется всем очевидным. В каком случае партнер начинает сомневаться в адекватном восприятии реальности, когда происходит газлайтинг? Газлайтинг? Ты знаешь, что такое газлайтинг? Я знаю, что такое газлайф. Так. Но не знаю, что такое газлайтинг. Газлайтинг – это когда партнер намеренно, путем каких-либо манипуляций, заставляет, там, тебя, да, своего партнера, усомниться в адекватном восприятии реальности. То есть этимология этого термина идет к пьесе «Газовый свет», там, 1938 года, где муж перестал… Ну, вряд ли, где сейчас кто-то поправит. Ты так искала точную дату? Я ее записала. Ты еще 741-й. Нет, там смысл был в том, что муж передвигал постоянно статуэтки и предметы в комнате, да, и когда спрашиваю, ну, и заставлял жену сомневаться в том, что он их передвинул, что так все и стояло. Но самое неприятное, что он делал, он зажигал свет, вот этот газовый, в другой части дома, и тогда в той части дома, где они находились, свет в какое-то время становился глуше. И жена говорила, ты видишь, что стало темнее? Он говорит, нет, темнее не стало. И он делал это каждый вечер. То есть путем всевозможных манипуляций он заставил ее сомневаться в том, что она адекватно воспринимает реальность. Отсюда и название газлайтинг, потому что вот этот вот газовый свет. А потом он кому-то на любовном, ну, брачном ложе дает в рот, и она такая, ты что делаешь? Он такой, я сплю. Да, 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 ну, то есть и в 60-е годы этот термин уже вошел в оборот, когда ты человеку говоришь, что то же самое делает бастер на газлайдинге. что на одной кровати. Ну, то есть понимаешь, фактически вот эта идея, что он ей, ну и в смысле на одной кровати, ну тусуюсь я, ну много работаю, ну она типа мне просто подруга, ну тусовался, ну что мне типа в 5 утра ехать домой, там и уснул. То есть ты заставляешь, то есть человек себя ведет таким образом, да, с партнером, что партнер начинает, вот как ты и сказал, что он думает, а может быть действительно, ну а что, почему так не может быть? Это и есть собственно, ну это или когда там партнер говорит, ты вот с кем-то переписываешься, все время там переворачиваешь телефон, потому что он говорит, это все в твоей голове. Слушай, я прекрасно понимаю, потому что, невзирая на то, где я сейчас нахожусь, с точки зрения социального, там, кокона своего, а я в социальном коконе, это тоже, ну, не грех об этом говорить, я многого чего не знаю, я не знаю, как сейчас выглядит плацкарт, я не знаю, недавно Ковик шутил о том, как выглядит плацкарта, я такой, ебать как круто, ну, оказывается теперь. Я говорю про то, что, но я при этом все равно, нет-нет, сталкиваюсь в каких-то компаниях, я иногда езжу на рыбалку какую-то там, и так далее, там появляются достойные мужчины, для рыбалки, но мы ведем разговоры между собой, когда выпьем водки, всегда. И я оттуда слышу не очень, как бы сказать, хорошее поведение, ребята на самокатах бы не одобрили. Окей. Понимаешь? Я говорю о том, что тут действительно, видимо, два варианта, либо первый тот, который ты говоришь о том, что она все понимает, ее все устраивает, но она просто для порядочности, еще раз такая, ну, спрошу, мало ли. Вдруг они выдвинут какой-то продвинутый взгляд, который меня устроит. А возможно, речь о том, что это очень провинциальная история, и очень провинциальная девчонка вышла за... Почему провинциальная? Это может, ну, как бы это не имеет отношения к городу и провинции, партнеру... Слушай, мне кажется, что... Если она большую часть времени проводит с ним, что важно, да, в случае газлайтинга, да, и вот этого абьюза, то ты каждый день общаешься с человеком. Сначала ты говоришь, да нет, это нормально, моя реакция на это естественна, а тебе каждый день говорят о том, что ты слишком эмоционально на это реагируешь, это все в твоей голове, на самом деле это не так. Я имею в виду, что, например, вот прямо сейчас мы снимаем передачу в центре Москвы, и здесь я девчонки, не думаю, которые такие, да, действительно, у меня такие же вопросы насчет этого письма. Понимаешь? Человек, который приехал в Москву, любая бабенка, даже там, из суперпровинциального города, и она такая, пару месяцев поискала квартиру, и такая, ааа, так вот, как, блядь, как все устроено. Я чуть-чуть все поняла. Я имею в виду, что есть в провинции вот такой романтичный какой-то образ, блядь и так далее. Да не правда это, в провинции, где, пошла бы его за волосы, его подругу, и там, в общем-то, гораздо более... Оль, задам легкий, некорректный вопрос. Ты последний раз за пределами Москвы, где была? И? То есть ты считаешь, что там такие какие-то инфантильные барышни в провинции, которые ничего не понимают, и вообще совершенно... Окей, на примере советского фильма очень хорошего вот это... На примере советского фильма. Позвони, позвони. Как фильм назывался? Карнавал. На примере карнавала. Там же, я думаю, что, возможно, это выглядит и так. Очень наивная, но открытая девушка, например. Ну, я не хочу в это верить, мне тоже кажется, что мир уже в целом давным-давно настолько груб, что все все понимают. Ты становишься наивной девушкой, когда ты подвергаешься газлайтингу. Со стороны это очевидно, а внутри ты уже начинаешь сомневаться в очевидных вещах. Вот как работает этот механизм. Так я с тобой согласен, но для газлайта еще нужны, мне кажется, условия. условия, что ты большую часть времени находишься со своим партнером. То есть у тебя нет зеркал, которые отразят эту ситуацию. Единственное твое зеркало это твой партнер, который изо дня в день, из часа в час вдалбливает тебе, что ты там чересчур эмоционально. Чуть-чуть о другом. Здесь сидят бабенки, которых особо не загазлайтить. Вот ей он будет в тебя такой, да, она просто подруга. Он такой, да, подруга, я сейчас и тебе, и ей хуй отрежу, понятно? Вернее так, тебе отрежу, я и пришью, блядь. Вот как это будет выглядеть. Я про это говорю, только про это. Я понимаю, как устроен газлайт, конечно. И это все ужасно. То есть ты хочешь сказать, что пара абьюзера и жертвы встречаются только в провинции. То есть среди суперсостоятельных людей, суперинтеллектуальных. Но, возможно, в мировых столицах абьюзер чуть хитрее, чем, ну, в провинции, понимаешь? Он здесь такой, типа, встречает ее, он такой, я тебе хуй отрежу, он такой, поеду в мытище. Начнем оттуда поиск. Я вот про что говорю. Знаешь, все дальше, и дальше. Он там где-то в Ярославле, на берегу Волги такой. Тебя как зовут? Он такой, а? Ну. Чуть высокомерно, но не знаю, у меня почему-то вызвало именно вот какое-то, может быть, высокомерное, но сочувствие именно вот к этой девушке. То есть я все-таки принял за основу тот вариант, что, возможно, она наивна. Вот я про что говорю. И, возможно, мудак, который... они тусуются, им там не до секса, знаешь. Где, в Газпроме? В студии. Слушайте, я акционер Газпрома, у меня есть акции Газпрома, и он в таком минусе, что им там сейчас явно, блядь, не до смеха. Я, судя по тому, как падают котировки, они вообще ничего не делают. Они просто там смеются. Ну, мы в любом случае же против газлайдинга. Нет, если ты смотришь эту передачу, и мы прочитали твое письмо, тебя точно наебывают. Точно. Даже если он сейчас сидит рядом и щелкает на паузу, и такой, да нет, нет, да, да, тебя жестко наебывают, жестко. Вообще, всем, кого говорят, мы с ней просто подруги, спим в одной кровати, никто в одной кровати, ну, не спит просто так. Даже на Эльбрусе, когда говорят, мы просто в палаточке, там ебутся. Понятно? С очень малым содержанием кислорода, но ебутся. Ряд людей, которые остались там трупами навсегда, возможно, просто уснули после секса. Вот я про что говорю. А не в смысле, блядь, не хватило кислорода. Ну, и все-таки, так как, возможно, девушку все устраивает, то оставим ей ее право видеть то, что она хочет видеть, где не видит того, чего она видит. если тебя все устраивает, я вообще не понимаю, зачем она написала это письмо. Нет, я же тебе говорю, что я-то как раз подвожу к тому, что у меня есть ощущение, что, возможно, вас устраивает то, что происходит. Важно себе в этом признаться и получать удовольствие. Поэтому, если вас все устраивает, получаете удовольствие. Тогда просто жди. Пока его гормональный уровень снизится. Конечно, конечно. И он такой, ты знаешь, что-то отменили все командировки. Я вообще в Газпроме работал. Оказывается, это была Евросети. Нужен чехол. На любой телефон у меня есть. Так что... Это так? КурградFOц. У меня есть. Ну и он... У меня есть. Ум? 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 Продолжение следует...